Страны Евросоюза утвердили начало торговых переговоров с Австралией и Новой Зеландией. Брюссель стремится создать новые альянсы на фоне напряжённых торговых отношений с Вашингтоном. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрюм, которая ведёт переговоры от имени 28 стран-членов блока, сказала, что посетит оба государства в июне. Первый же раунд переговоров начнётся в Брюсселе в июле. «Эти две страны – важные друзья и союзники. Они входят в круг друзей, которые верят в хорошую торговлю и многосторонний подход. Для нас экономически выгодно заключить с ними соглашение. Это поставит наши компании на одну ступень с конкурентами из других стран транс-тихоокеанского партнёрства». Как предсказывают европейские политики, широкомасштабные договорённости в долгосрочной перспективе могут увеличить экспорт ЕС в Австралию и Новую Зеландию на треть. Впрочем, на европейских рынках звучат протесты против импорта фермерской продукции, такой как масло и говядина. Блок третий по величине торговой партнёры Австралии и Новой Зеландии. «После избрания Дональда Трампа президентом планы на торговый альянс между ЕС и США были заморожены. Брюссель начал искать новые открытые рынки и заключать торговые договоры. Ранее ЕС утвердил соглашение с Японией, Мексикой, Сингапуром и Вьетнамом. Также он ведёт переговоры со странами Меркосур – Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.